я сейчас на базарчике снимаю щас буду покупать сало стратегический продукт у нас все и все 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 аккуратненько показаю ну купую сало покажите от рисона да 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 ну но 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 так заваживать мені добренько килограм так не на треба я вам бери у нее нету я показываю так я покупаю сыр вот с пожитником это наш производитель украинский но я покупаю большую год есть пожитником я попробовала польша производитель с пожитником супер просто уснятина вот пожалуйста сыр и теперь я буду знать что здесь есть с пожитником очень вкусный сыр рынок юность кто интересуется как и миссии вас третье месяце третий месяц у девчатки гарный дуже выбер силу меня дома не было я только буду есть это первый прием пищи нормально нормально себя чувствую ажиотажа к еде совершенно нету ну как бы есть хочется но ажиотажа нету приготовила еду себе за 6 секунд капустный блин при листах есть видео капустный блин люди это вкуснятина капусточка молодая 2 яйца ложка столовой от трубей смотрите ссылочку в комментариях и оставляю как я готовлю я этот раз даже не пил не переворачивала полностью весь блин я на сковородке его разделила на четыре части лопаточкой перевернула так удобно так что не обязательно переворачивать целый капустный блин на сковородках иногда могу перевернуть весь блин на обратную сторону на другую сковородочку иногда вот так частями вот им показываем можно использовать любую маску можно паштет из куриной телячьей печени сверху положить а правда у меня йогурт турецкий йогурт яблочко будет обязательно яблоки то есть фрукты не до еды не до еды не на пляже как перекус нет яблоки фрукты после основного приема пищи клетчатка хорошие грубые волокна капуста отруби вот это насыщает кофе шоколад это само собой я как всегда у мартена готовлю еду у меня сегодня теплый салат люди у меня есть видео при листах так и называется теплый салат я оставлю ссылку на это видео в комментариях я показывать весь процесс не буду видео есть смотрите это достойный салат теплый салат какой же он вкусный он сытный он полезный украсит любой праздничный стол вот такой салат вся ваша семья будет с удовольствием есть этот теплый салат это очень вкусно но я же вам плохого не посоветую люди значит китайская нарезка овощи в двух словах что у меня здесь нету единственное это грибы не страшно абсолютно куриногрудка замаринована у меня со вчерашнего дня буду запекать сейчас время запекания все оговаривается видео ну приправка как обычно для мяса у меня для птицы вот пожалуйста мрия наша украинская соус терияки нужен люди все рассказано все показано чесночок пахнет специи пахнут бесконтактно я все соединила все овощи ну то есть все отправляю духовку первый ингредиент первый продукт отправляю духовку замаринованную куриную грудку 200 градусов на 20 минут не форма нет противень пергаментная бумага и противень формы мало курина грудка запеклась овощи отправляются духовочку 250 градусов 15-17 минут овощи порует 16-17 минут находились духовке аль денте очень вкусные мясо тонко-тонко нарезано и конечно помидоры у меня зелень кинза у меня и чеснок это вообще это вкуснотища будет сейчас все соединяю нормально 5 часов вечера успела буду вкусно есть мои хорошие я не буду рассказывать о пользе этого салата вы посмотрите видео там все рассказано в этом видео как же мне нравится процесс похудения и удержания веса готовьте теплый салат и вы все обо мне вспомните не злым тихим словом едим по-царски стройнеем и нам не поверят всем приятного аппетита кто со мной здоровеньки булы всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать будем с вами общаться у нас с вами одна тема это похудение это стройность но кто-то обижается говорит похудение так нехорошо звучит ну если вес сто двадцать четыре килограмма как был у меня изначально то сначала сначала нужно худеть а стране будете когда вам нужно будет снять два-три килограмма а если у человека сто тридцать килограмм веса то до стройности ягда неба наша тема это мотивация наша тема оздоровления мне очень нравится мой формат у меня всегда есть ответы всегда отвечу у меня всегда есть интересная информация бывает время не хватает вчера у меня не было видео да немножко устала занимала своими делами но это нормально правда я на днях получила комментарии мне написал человек где ваша кожа это сто процентов у вас была операция репассация какая-то еще по обрезали типа мне кожу да я вот сейчас вставляю видео где я занимаюсь а посмотрите где моя кожа я даю совет как избавиться от лишней кожи let's go 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 5 5 5 6 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 let's go поехали выходной обязательно делаю у меня приблизительно один раз в неделю два не бывает у меня каждый день движение мне становится как-то не по себе если я пропускаю вот я утром встала сразу открываю все форм форточки фрамушки окна все пооткрываю потом туда-сюда ну как обычно да какие-то водные процедуры и все давай тания сейчас ну после я выйдет а это росло на меня такой знаете мне не так кофе меня кофе не бодрит говорят ой не конец копия не могу жить уinformation открывается над мне просто нравится сам процесс вот процесс на кухне я ее обожаю мне нравится процесс когда я в руки беру турку мне нравится процесс когда поднимается кофейная таблетка мне нравится процесс как до на столе стоит маленькая чашка с кофе и с роскошной пенкой. Я обалдею, люди, честно. Честно. Сейчас еще выхожу на балкончик, у меня новые там балконы и кресла, маленький столик. Это кайф, это кайф. Я ловлю момент жизни. Мне это нравится. А бодрит меня, сразу говорю, чистый воздух и движение. Кто? Вот, как и я точно, утром пьют кофе, но бодрость это не кофе, это движение. Вот меня бодрит движение. Я бывшая спортсменка, занималась волейболом. Меня кофе не бодрит, люди. Кофе это кайф. Просто. Сам процесс, да, запах кофе, да, баночку открывать, вот я, по-моему, сделала в баночке, допустим, да, я каждый раз не буду крутить кофе, нет. Баночку так вдыхаешь. Ой, это обалдеть, да, как пахнет кофе, да, ой, все, все, класс просто. Воспоминания такие, ну, то есть, само собой, кофе обязательно. Небольшой кусочек сыра, да, ну, какие-то жиры обязательно тоже, обязательно. Жиры, утром только жиры, это энергия. Не белок энергия, не кусок мяса энергии, нет, нет. Энергия это жир и углевод. Ну, утром не углеводы у нас, а кусочек жира, небольшой. У меня сыр, у кого-то могут быть сливки, кто-то скажет, Таня, а я две ложки сметанки, так, бац, о, классно, нормально, тоже так иногда делаю. Сыр, а потом вместо масла у меня еще чайные две ложечки сметанки, вкусненько, ну, то есть. А потом погнала Таня, и гипоксии не будет. Будет румянец, вы не будете зевать, потому что человек, когда зевает, это не значит, что он не выспался, это у него гипоксия, нехватка кислорода в крови, поэтому зево, зевают. Все. Ребенок приходит в школу, он зевает на уроке. Почему? Он спал целую ночь. Почему ребенок зевает? Значит, закрыты окна, нету кислорода, ребенок не съел правильный сурфактант, не было утром жира. Дали что-то такое, бананчик, будьте какой-то голый, не было жира. Должен быть хороший сурфактант, 99% хорошего сурфактанта, это жиры, 1% белка, жиры. И чистый кислород. Жиры сжигаются только на чистом кислороде. Только на чистом кислороде. Кислород в жиросжигании играет большую роль, чем водичка. Люди, я буду напоминать постоянно это. Вы пихивайте себя из дома по утрам. Вы были ночью скукоженой, вот так. Вы встали и ходите, знаете, поднимите мне веки. Я не могу прийти в себя. Ой, не могу прийти в себя. Поднимите мне веки. Ой, я никакая. Выпихивайте себя из квартиры, потому что никто не побеспокоится за вас. Вам уж не скажут, Оленька, Танечка, Катенька, Риточка, немедленно оденься сейчас. Одень кроссовочки тебе приготовил, они такие чистенькие, а подошки тебе повытирал. Одень футболочку, я тебе погладил чистенькую футболочку. Иди, подыши воздухом у водички. Подыши. Иди, моя золотая. Кто-нибудь так скажет вам? Никто и никогда. Только сами. Будет здоровая мать, будут здоровые дети. Будет здоровая бабушка, будут здоровые и дети, и внуки. Запомните это. Так. Дали пинка себе, себе, и выгнали себя из дома. Движение обязательно. Это наше кровопрещение. Это наши мысли, люди. Это наш стресс. А мы же постоянно живем в стрессе, особенно сейчас. А стресс это холестерин. Он сейчас у всех повышен. Это не значит, что мы объедаемся жирами. Просто живем на жирах. Да сейчас же. Это стресс. Только стресс, все, поднимается холестерин. А на пробежках, вот там, на движении, да, ну пробежки, это так сильно сказано. Движение, ходьба. Стресс уходит. Обязательно двигаться нужно. Я показываю свои тарелки и свою еду. Рыночек. Немножко так захватила, показала вам, да, стратегический продукт. Сало обязательно. Ну, нема в хате сала, це голодомор, люди. Ну, сало есть все. Человечка за морем салом. Вот хотите что-то, перекус, да, пока мы себе приготовите, да, вот вы готовите для семьи. Эту же еду вы едите. И голубцы, и котлеты, вы это едите. Вы хотите есть. Остается там 40 минут. Ну, вот лишний кусочек сала прожуйте с огурчиком, да, то есть вы червячка заморили. Только не яблочко, только не печенька. жировая субстанция, насыщает. Значит, сало я купила, показала вам, показываю свои тарелки, вот, у меня капустный блин, я ссылочку оставлю в комментариях, люди, это вещь. Капусточка молодая, 6 секунд, и все готово, очень сытно. Я только напоминаю, и приготовила вчера, я вчера готовила, вот этот теплый салат, люди, вы только что это все увидели. Это так вкусно. Вот я буду, я себе даю установку. Таня, готов такой салат каждую неделю. Как это полезно, как это здорово, как это сытно, это красиво, как красиво смотрится на тарелке, вот такая цветовая гамма, такая цветовая палитра. Как это вкусно, люди, как вкусно мы с вами худеем, стройнеем, оздоравливаемся. Это еда, это конкретно наша еда. Первый продукт для человека, который хочет постранеть, похудеть, это клетчатка. Конкретно овощи и фрукты. Первый продукт, запасайтесь, это ваша насыщаемость. Неважно в каком исполнении, вы стушили, вы запекаете в духовочке, кто-то отваривает, допустим, что-то, да? Свежая клетчатка, овощи, свежая, неважно в каком исполнении, нам нужна клетчатка. Она нас насыщает. Отруби. Вообще больше всего клетчатки, это отруби содержат в себе. Оболочка зерна. Отруби. Вообще полезней, полезней всех отрубей, это овсяные отруби. Запоминайте. Нам нужно съедать клетчатки 25-30 грамм. Любому человеку. Но если человек очень активный, занимается спортом, это я, можно больше съедать клетчатки. Я так и делаю. У меня больше клетчатки. Но мне это нравится. Я по салатам. Вот природа моя такая. Я по салатам. Мне больше нравятся свежие салаты, грубой клетчатки, с грубой клетчатки. Морковка, бурячок. Вот сейчас пошел молодой, натру по-корейски себе сделаю. Сельдерей. Я по грубой клетчатке. Мне очень нравится. Запеченные овощи. Очень-очень полезно. Кстати, люди, чтобы я не забыла. Вы знаете, где находится еще клетчатка? Это просто прелесть. Клетчатка содержится, оказывается, в шоколаде. Да-да, я не ошиблась, люди. Какао-бобы. Если шоколад выше 70%, то 100 грамм шоколада черного содержит в себе 11 грамм сложных углеводов и антиоксиданты. А я думаю, что меня тянет на черный шоколад, а? Антиоксиданты. Какао-бобы, ну это же вообще дар Божий. И вот очень кстати я получила комментарий сегодня. Я хочу сейчас прочитать этот комментарий. Немного темно, жалюзи затянуты, сейчас солнечная сторона. Ну, я думаю, меня видно и слышно, правда? Значит, написала комментарий Наташа. Сегодня написала Наташа М. Давайте почитаем. Ответим Наташе. Правильно ответим, да? Девочки, Таня, тушеные овощи, печеные яблоки, в скобках, овощи, фрукты, это не клетчатка, это уже углеводы. Просто без жира, в них немного калорий. Есть люди, кому это важно знать, так как лишний вес у них не из-за количества калорий, а из-за состава продуктов. Вы кому вообще рассказываете это? Какое количество калорий? Я вообще противник подсчета калорий, Наташенька. Состав продуктов. Таня, хоть вы и блогер, но мы смотрим вас, так как вы пример того, что человек должен прислушиваться к своему организму и заниматься собой, искать информацию, просеивать ее. Вот сейчас мы и просеем вашу информацию через сито. Разумно нужно подходить ко всему и делать, делать что-то, делать для себя. Никому не нужно наше здоровье, кроме нас. Жизнь дана нам и только сами мы ответственны за нее, за ее качество. Хороший комментарий, прекрасно, Наталочка. А теперь начинаем сначала внимательно читать комментарии. Наташа обращается ко всем, к нашему сообществу, не только конкретно ко мне. Девочки, Таня, тушеные овощи, печеные яблоки, овощи и фрукты, в скобках, это не клетчатка, это уже углеводы. Кто поддерживает Наташу? Поднимите руку, что печеные овощи, я вот запекала овощи, делала теплый салат, это не клетчатка, что запеченное яблоко, это не клетчатка. Кто поддерживает Наташу? Напишите, Наталочки. Значит, комментарии под видео роллы с отрубями о клетчатке. Роллы с отрубями о клетчатке. запеченные овощи, это не клетчатка, это углеводы. Интересно вообще, вы нам открыли Америку, какую-то новую, новую. Есть несколько видов клетчатки, а так издалека, да, растворимая, нерастворимая клетчатка. Где содержится клетчатка? Больше всего содержатся клетчатки, это в отрубях любых, это оболочка зерна, это больше всего клетчатки. Клетчатка, это овощи, это фрукты. Мы с вами должны обязательно употреблять при похудении клетчатку. Овощи в хорошем количестве. Приблизительно, если это салат, 400 грамм. Клетчатка, это структура, которую наш организм не может расщепить на сахар. Наташа, вы слышали? Клетчатка, это структура, которую наш организм не может расщепить на сахар. Это неусвояемый углевод. Клетчатка, это неусвояемый углевод. Вы говорите, нельзя запекать, потому что улетучивается клетчатка. Как это? Когда продукты проходят термическую обработку, неважно, вы запекаете, вы протушиваете или вы что-то варите, уходит часть витамин. Клетчатка не уходит. Клетчатка остается. И очень многим людям, очень многим много есть салата нежелательно. Ну, ЖКТ не так работает. А вот тушеные овощи, да, нормально человек переносит. Запекает овощи, прекрасно. Кто-то говорит, ты знаешь, я стушила капусточку, такая вкусная, мне так нормально на ЖКТ. Очень хорошо. Тушить это клетчатка. Как же? Как же? Куда она улетучивается, клетчатка? Яблоки. Вы пишете, яблоки это углевод. Запеченное яблочко, печеное яблоко, да? Наташенька, я вам рассказываю. Где больше всего пектина? Что такое пектина, Наташенька? Ну, вы бы хотя бы в гугле посмотрели. Пектин Кире это клетчатка. Где больше всего пектина, яблока? Больше всего пектина в кожуре и только в запеченном печеном яблочке. В кожуре пектин это нерастворимая клетчатка. А вы нам рассказывайте, что когда запекается яблочко, улетучивается клетчатка. Пектин это целлюлоза, нерастворимая клетчатка. Яблоко это не сахар. Сахар это любимый банан и хурма. Вот это чистый сахар. Яблоко это фруктоза. Вы едите печеное яблочко. Кожура это пектин, клетчатка, целлюлоза. Вот целлюлоза, вот эта клетчатка понижает гликемический индекс вот этого яблочка. Вы поняли, как это яблоко не имеет клетчатки? Как это? запекаем овощи. Теплый салат. Это салат просто лидер по вкусной правильной клетчатке. Преобиотики еще называется клетчатка. Преобиотики это еда для нашей микробиоты. Не важно вы запекаете, вы протушиваете, не важно. Единственное, что по витаминам будет меньше. Но во фруктах там вообще витамин нету. Там мало очень витамин. Фрукты это сладкая конфетка. Желудок хорошо работает. Сегодня у вас салат, завтра салат. Иногда что-то стушили. Сейчас вот кабачки идут. Правда цена умереть не встать на эти кабачки. Это же вода, чистая вода. Стушили какую-то кабачковую икру или кусочками, какой-то рогу сделали. Это клетчатка. Наташенька, ну как это не клетчатка? Углевод. По поводу углевода, да, есть овощи. Овощи, такие как бурячок. Вот сырой буряк, сырой. Я об этом миллион раз рассказываю. Кто хочет по стране, нужно есть больше сырого бурячка и сырой морковки. Вот так. Взяли, купили. Дорого стоит, но это того стоит. Это полезно. Натерли, натерочку и сделали бурячок, если есть сельдерей, морковка, все вместе ассорти, по-корейски. Это вкуснотища. Немножко масла, немножко хорошего уксуса, яблочного сока туда, яблочного, лимонного сока, допустим, да, какие-то приправ, хмели-сунели, перчик. У вас получается вкуснейший салат. Буряк имеет гликемический индекс сырой, низкий. Гликемический индекс это скорость подъема сахара в крови, когда вы съедаете какой-то продукт. Только вы отварили бурячок, все, это чистый сахар. Поэтому я всегда говорила, конкретно вот буряк, конкретно буряк, желательно есть сырой, но если вам захотелось винегретика, вы не умрете и не растолстеете. Вы кислый огурчик положили, допустим, но захотелось человеку, съесть этот винегрет. Вы сделали полезную картошку, вы отварили в мундерке картошечку, а она же люди еще молодая, она не имеет, картошка вообще-то полисахарид, не имеет крахмала, там вода, там больше воды, там крахмала вообще нету в молодой картошке. Ну возьмите, положите на сутки в холодильник, по-любому, даже старая картошка, она станет более полезной, вот этот крахмал станет полезным, резистентным, мы это умеем делать. Ну захотели, ну съели, но самое главное, чтобы вы отрабатывали. Любой углевод, эта энергия нужно отработать. Если вы не отрабатываете, я вам подсказываю, я вам напоминаю миллионы раз, если вы не отрабатываете все, обязательно на этот углевод придет какой-то грипп или какой-то патогенный микроорганизм. Все сволочи, помните, любят сладенькое. Поэтому если вы съели чего-то такое, сахара какого-то, то есть буряк вареный, отработайте его. Не обязательно фрукты запеченные, это не клетчатка, да? Возьмите банан, это что? Это чистый сахар. Вы сразу кто хочет банан съесть, думайте, я сейчас ем банан классный, он такой же темненький, знаете, такой вот сладкий, мягкий, такой классный, я тащусь, он такой мягкий, вы съедаете банан и представляете, вы съели 3-4 чайные ложки сахара, один банан равняется 3-4 чайным ложкам сахара, поняли? И думайте, вам есть банан или не нужно? Ну, да я так отошла немножко в сторону. Вы не правы, Наташа. Запеченные овощи, тушеные овощи, это клетчатка. В любом исполнении овощи, фрукты это клетчатка. Единственное, что уходит только витамина, количество, витамин уходит, когда идет термическая обработка. Ну, все, я рассказала, я напомнила, мне кажется, разжевала просто, разжевала. Нужно развиваться, Наташенька. Я думаю, с нашим сообществом вы будете развиваться. Сейчас я прочитаю еще один раз строчку из Наташиного комментария. Девочки, Таня, тушеные овощи, печеные яблоки, это не клетчатка. Это же углеводы, а вы не знаете. Это же надо, а вы даже не знали. Просто без жира в них не так много калорий. Ну, о калориях мы завтра поговорим. Я напомню о калориях. У меня есть комментарий. От Алины С. Завтра почитаем. За клетчатку, конкретно за термически обработанные овощи и фрукты я рассказывал. Едим обязательно. Овощи запеченные, тушеные, это наша еда. Это клетчатка полезная. Это еда для нашей микробиоты. Это моторика нашего кишечника. Моторика кишечника что? Ниже становится наш вес. Опорожнение кишечника. Есть опорожнение кишечника. Значит уходит плохой калестерин. Плохой калестерин это что? Это окисленный калестерин. Запоры. Конкретно у кого запоры это окисленный плохой калестерин. Клетчатка не важно в каком она исполнении. Запеченная, тушеная, свежая. Она нам помогает. На кого-то больше даже работает запеченная клетчатка, тушеная клетчатка. Ну правда же? Я считаю так. Мои хорошие, ну вот мы с вами сегодня и пообщались. Наташеньке мы объяснили. Мои хорошие, немедленно покупайте овощи, сейчас это очень дорого у нас в Украине, ну хотя бы один кабачок, один синенький, какой-то перец. Я прошу вас попробуйте, по одному купите. Это настолько вкусно, это настолько полезно, это настолько сытно, это клетчатка, она приготовлена очень вкусно, оформлена очень вкусно, очень красиво. Вот такое исполнение, запеченные овощи и такие вкусные приправки готовьте. Вашим близким всем понравится. Ссылку оставляю, как всегда, теплого салата в комментариях. Готовьте. Я же вам плохого не посоветую. Вы обо мне сразу вспомните не злым дыхим словом, мои хорошие. Ну, я сегодня с вами прощаюсь. Я как всегда благодарна всем вам за просмотры моих видео. Большое всем спасибо. Я как всегда благодарна всем вам за комментарии. Обязательно пишите. Я всегда всем отвечаю. Я благодарна всем вам за лайки. Огромнейшее всем спасибо. Всем желаю Божьей помощи. всем желаю Божьего чуда и каждому каждому Ангела Хранителя. До встречи. Дальше будет. Божьей у божьей. 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 Продолжение следует...